всех приветствую это канал александр котов викинг музыки и сегодня у нас с вами будет видео урок по гармонии это плейлист видео уроки гармонии от котова александра сегодня на гармонии мы с вами рассмотрим как сыграть цыганскую пляску в обработке бубенцовой но на гармонии то есть спасибо за идею подписчику олегу я знаю что вам очень нравится рубрика по гармонии олег подсказал мне такую идею и написал александр а возможно ли сыграть цыганскую пляску бубенцовой на гармонии у меня есть видео урок на баяне вы его тоже посмотрите кому интересно посмотрите как я на баяне сыграл и я решил попробовать написал значит переложение для гармонии но оказалось что исполнить это на гармонии довольно трудно потому что я все-таки не гармониста баянист а тут в конце хотелось бы очень быстрых темпов и для меня это стало такой серьезной задачей да я еще давно подбираюсь к этому переложению потом у меня времени не было был был перерыв сейчас опять я снова возобновил и все сегодня решил записать вот этот такой немножечко долгострой можно даже сказать это впервые я сейчас буду играть такое произведение сложное на гармонии то есть раньше на моих видео уроках были произведения гораздо проще а это сегодня будет впервые это уже даже можно сказать обработка для гармонистов даже и профессионалов или тех кто обучается профессионально обучается игре на гармонии ну что давайте сначала я вам это переложение сыграю и я напоминаю всем подписчикам кто смотрит мой канал если вы впервые на канале подписывайтесь обязательно на youtube канал на яндекс дзен канал у меня еще есть и на рутуб канала также вступайте в группу вконтакте в группе вконтакте вы можете скачать ноты которые вы видите на экране например вот эти я их представлю в двух вариантах первый вариант это без моих пометок карандашом то есть без аппликатуры вот из сибелиуса там я не буду проставлять аппликатуру аппликатуру я написал карандашиком я эти листы тоже отсканирую вас будет второй вариант отсканированный где будут вот эти мои пометки его вы сейчас будете видеть на своих экранах во время вот этого видео урока вот эти два варианта я предоставлю это открытый урок так сказать для всех свободном доступе о как поэтому прошу у кого есть возможность обратите внимание на строку в помощь каналу если вы пользуетесь моими переложениями моими нотами моими видео уроками ну что давайте послушаем сначала цыганская пляска в обработке бубенцовой но в переложении для гармонии с максимальным сохранением оригинального звучания мое переложение поехали а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 кнопка вот в этом среднем ряду самая верхняя это си септ ну или си мажор а под ней ниже вот бас си но это обработка не для начинающих не пытайтесь сразу поехали бас си аккорд миссер дальше бас ми четвертым пальчиком а вторым пальчиком не сэпт дальше бас ля ля минор бас до ля минор вот этими пальчиками как я написал вам я сейчас так и играю дальше пятым четвертым ре ре минор дальше прыгаем соль соль мажор и дальше четвертым бас до а вторым до мажор а потом третьим пальчиком бас ля вот дальше четвертым третьим ре ре минор я сейчас уже не буду пальцы называть бас фа ре минор дальше бас ми так бас ми ля минор бас до ля минор дальше бас си ми септ ми ми септ и наконец бас ля ля минор и просто один ля минор тянется я сейчас не прыгаю я как бы перемещаюсь но когда я нах на скорости уже ну двумя руками играю это конечно нужно прыгать то есть нужно не перемещаться а нужно именно прыгать вот смотрите сразу раз сразу переходить тут 5 4 чтоб удобнее было потом раз сразу сюда можете и не попасть это трудно это только вам со стороны вот на меня смотрите вам кажется что это легко ну и так далее в общем вот такие дела дальше поехали дальше следующая часть играется уже подвижнее подвижнее немножечко прибавьте немножечко темп уже не так медленно будет и басы аккорда уже стакката переходим на стакката стакката это вот просто вот так а есть еще вариант бас залегованный с аккордом а стакката это у нас будет под конец это обычно когда надо самой такой мощи в быстрых темпах это вот применяйте не играйте все подряд вот так вот непонятно как каша какая-то сделайте хорошие профессиональные штрихи вот у меня школа игры на гармонии ну видео уроки мои это видео уроки игры по но там профессионально со штрихами совсем то есть тут не просто как показывают например любители это тоже хорошо что любители играют на гармонии от наверно большая часть гармонистов даже это тоже очень хорошо но тем не менее я показываю вот так все конкретно длительность каждой нотки все это конкретно это будет развивать ваш мозг вы будете это слушать анализировать и сможете играть в общем это и на других музыкальных инструментах то есть вы все-таки получаете музыкальное образование они просто балуетесь как любители начинаете еще включать ваш разум который анализирует что вы делаете не просто как-то бессознательно по слуху это не сложно а еще и с анализом понимаете ну что значит ре ре минор потом бас фа ре минор ми ля минор до ля минор бас си ми септ ми ми септ и вот дальше бас ля бас ми и третьим пальчиком бас ля Он будет тянуться там вместе с аккордом Вот, дальше Следующая часть играется еще живее Ну тут партия левой руки Она дальше такая же практически Но не везде Итак, значит, следующую часть играем еще быстрее И мы играем что? Ре, ре минор, фа Ре минор, ля Ля минор А вот здесь до четвертым пальчиком А ля минор третьим Чтобы дальше я вот такую систему выбрал Я еще играл вот так Вот так Баз до третьим, а ля минор вторым Но потом я почувствовал, что более стройная система Получается, если играть четвертый, третий Проанализируйте, подумайте Дальше Нужно, когда ставите аппликатуру Не просто ставить вот что вам понравится Первое попавшееся А во-первых, все произведение проанализировать Во-вторых, подумать про удобство игры в быстром темпе Ну ладно, дальше Ми, ми, септ Си, ми, септ Ля, ля минор До Ля минор Где-то он будет такой аппликатурой Но не везде Дальше Ре Ре минор, фа Ре минор, ля Ля минор вот здесь, видите До четвертым, а ля минор третьим Дальше Ми, ми, септ Си, ми, септ Ля Ми и ля Вместе с ля минор Вместе с ля минором Дальше Следующая часть играется еще быстрее Но я сейчас не буду играть сильно быстро Когда показываю А вообще послушайте, как я исполнял Вы услышите это Что где вот написан другой уже темп Я там прибавляю Итак, вот эта часть Поехали Ре Ре минор Фа Ре минор Но то же самое Ля Ля минор До Четвертый, третий Ля минор Ми, ми, септ Си, ми, септ Ля Ля минор До Ля минор Ре Ре минор Фа Ре минор Ля Ля минор До Ля минор Ми, ми, септ Си, ми, септ Ля Ми И ля Вместе с ля минором Одновременно Следующая часть играется быстро Это имеется ввиду Темп еще быстрее, чем был Даже, можно сказать, намного быстрее Вообще идеальные темпы Вот как я это вижу Послушайте, когда я играл на баяне Эту обработку, послушайте Я на гармонии так же бы хотел играть Но просто, может быть, я пока Так сыграть быстро не могу на гармонии А на баяне могу Потому что, как я уже сказал, опыт игры на баяне большой Мне это не трудно А на гармонии сложновастенько О как! Поэтому послушайте Но такой вариант, какой я вам на этом видео сыграл Тоже имеет место быть Но вообще, если кто тем более профессионал Бежите, если можете Пожалуйста, темпы еще более быстрые Ориентируйтесь на мое баянное видео Итак, ну что, здесь то же самое Ре, ре минор фа Ре минор ля, ля минор до Ля минор ми, ми септ Си ми септ Ля, ля минор до Ля минор ре, ре минор фа Ре минор ля, ля минор до Ля минор ми, ми септ, си ми септ Ля ми, ля вместе с ля минором Дальше продолжается этот же темп Не меняется этот же темп Сильно часто тоже не надо менять Была у меня, конечно, идея сделать такое глобальное увеличение темпа От самого начала до самого конца Ну, смотрите, если сможете Я не стал, я просто в некоторых моментах Просто внезапно раз и беру другой темп более быстрый А вот здесь просто продолжается этот же Но это вы можете сами этот вопрос тоже решить Как дирижер решает вопрос, как играть оркестру Ну что, здесь тоже Ре, ре минор фа, ре минор Ля, ля минор до Ля минор Ми, ми септ, си ми септ Ля, ля минор до Ля минор Ре, ре минор фа Ре минор, ля, ля минор до Ля минор А вот тут, смотрите, си, си, септ Прыгнуть надо Ми, ми, септ Ля, ми, ля Переворачиваем страничку Что здесь у нас? Ре, ре минор фа, ре минор А вот дальше, следующая часть, уже в другом темпе, я тут написал слова очень быстро. Берите максимальный темп, в котором вы можете на вашем инструменте, баян или гармонь. Если баян, то, соответственно, тот урок смотрим, берем ноты те, не эти, а те. В этих я изменил некоторые ноты специально для гармонии. Ну вот, в этой части, значит, берете максимально быстрый темп, в котором вы можете сыграть. Раз, два, два, ну очень быстро. Посмотрите, какое я на баяне взял, если не ошибаюсь, наверное, там быстрее, конечно же, будет, чем на гармонии. Но надо сравнить, не знаю. На гармонии-то я тоже занимался, тоже темпы поднял, но не сразу. Я, конечно, это позанимался, то есть мне это не просто далось. Ну вот, значит, очень быстро. И что мы играем? Лигуем басы с аккордами, обратите внимание, уже можно здесь лиговать. Итак, ре, ре минор, потом снова ре, ре минор. Я тут другой хотел, но исправил. Видите, на ре исправил. Потому что, если брать как в оригинале, то это очень трудно. То есть, туда тянуться, это слишком трудно. Я пробовал так играть? Не, ну так невозможно. Не знаю. Может, Павел Луханов и сыграет. Я не стал. Я здесь просто сделал ре, ре минор, ре, ре минор. Все. Никаких басов си. Си очень трудно туда наверх его играть. Не знаю. Не стал я. В общем, значит, дальше идет до, ля минор. Бас, до, аккорд, ля минор. Третий, второй. Дальше просто ля, ля минор. Потом вверх прыгаем. Си, си, септ. Ми, ми, септ. Ля, ля минор. Четвертый, третий. Обратите внимание, чтобы потом было удобно играть вторым. Вот здесь бас, соль, аккорд, ля минор. Дальше фа, ре минор. Тоже ре, ре минор. Не си, а ре, ре минор. Дальше. Сейчас. Где тут? Ми, ля минор, ля. Ля минор. Си, си, септ. Ми, ми, септ. Ля. Ля минор. И ля вместе с ля минором. Вот. Это такая часть, конечно, непростая. Видите, не попал. Давайте еще раз попробую сыграть. Это очень трудная часть. Тут нужно как бы поймать ощущение руки, что ваша рука, она не двигается, а только вы немножко пальчиками. А сама рука не двигается, иначе вы не успеете. Тут нужно очень быстро играть. Вот. Вот сейчас попал. Хорошо. Так. И это нужно еще быстрее. Эх, сложно. Вот как-то так. И дальше, соответственно, дальше в этом же темпе, в предельно быстром, играем. Ре, ре минор, фа, ре минор, ля, ля минор, до, ля минор, 4, 3, ми, септ, си, ми, септ, ля, ля минор, до, ля минор, ре, ре минор, фа, ре минор, ля, ля минор, до, ля минор, ми, септ, си, ми, септ, ля, ми, ля. Но это сыграть проще, вот смотрите Вот раз, два, раз, два Нет, трудно, слушайте, очень трудно Еще раз Вот, попробуем побыстрее Нет, видите, трудно Ладно, все В общем, разобрались Тут уже от вас зависит Будете днями и ночами по несколько часов играть Тоже так же быстро сыграете, но это трудно Ну что, теперь давайте рассмотрим партию правой руки Обратите внимание, здесь у меня нарисованы такие длинные стрелочки Это что значит, длинная стрелочка такая идет Это значит, что нужно играть постепенное увеличение громкости Туда, куда показывает стрелочка То есть это крешендо, выразительность Есть у нас динамические средства выразительности Крешендо и диминуэндо, увеличение громкости, уменьшение Но еще и не просто увеличение в эту точку А где-то, может быть, внутри какой-то фигурки Крешендо и диминуэндо Потом у следующей, вот в начале крешендо и диминуэндо У следующей крешендо и диминуэндо Но в целом они все три выстраиваются по общему крешендо О как! Вы еще можете это посмотреть В видеоуроке по баяну Я про это рассказывал Сейчас, может, я сильно подробно не буду про это говорить Тем более, что любителям это практически недоступно Такое понимание Им лишь бы механику сыграть Но, тем не менее Но это и правда трудно, да Ладно, поехали Давайте рассмотрим, что тут у нас с вами за нотный текст Ну, пальцы написаны Итак, смотрим Ми, ля, си А дальше, смотрите Просто написано нота ля, а потом соль диез Но у этой ля, видите, вверху такая закорючка Это называется мелизм, украшение музыкальное А именно какой мелизм? Именно мелизм, который называется мордент И он играется так Сначала играется вот эта нота ля Потом нота си Синяя Потом снова ля А потом уже соль диез И сделать это нужно быстро Как будто вы играете не ля А вот так Тарарам И причем в сильную долю первый звук Раз Раз И Понимаете? Вот И у вас получается вот так Дальше Ми, си, до Си, до, си Тоже мордент ля Дальше Ми, до, ре До, ре, до, ре, до Си Соль Ре, ми Ре, ми, ре, до Дальше ля Ми Держите ее на свое усмотрение Продляете вверху знак фермата Такая вот штучка с точкой Это продлить по своему усмотрению Ну посмотрите как я исполняю Ну посмотрите как я исполняю Потом фа Продлить по своему усмотрению А дальше Ми, ре, си, фа Ми, ре, си, фа Ре, до, ля Ми, ре, до, ля Ми, до, си, соль, диез Ми, до, си, соль, диез Ми, ля И потом аккорд До, миля Сразу три Вот Обратите внимание на штрихи Вот это все Легато Это уже погромче Тоже легато Вот сюда прийти Легато А дальше как бы потише Это можно еще лучше показать Но внутри них тоже Та-ра-ра-ра А потом потише Понимаете? Внутри каждой Ну вот А дальше Вот это легато А дальше Ми, стаккато И тут все стаккато Вот эти залеговать Стаккато Понимаете? Ну то есть вот как тут написано Я все написал Вот такими штрихами И играйте Это моя такая трактовка Дальше Дальше Идут у нас аккорды Ре, фа, до Я напоминаю У нас система светофор До, ми, соль Это светофор Красный, желтый, зеленый Видите? До, ми, соль Вот они, светофорчики А белые Вот эти Вот эти белые Вот эти Это ре, фа, ля, ре, минор Светофор До, ми, соль, до, мажор А белые ре, фа, ля, ре, минор Ну и осталось Си Си Синий А тут у меня три хроматизма Я их никак не раскрасил Ну хотите, можете наклеить наклеечки черные Как вот тут Черный цвет У хроматизмов Ну вот Но можете ничего не наклеить Просто белые оставить Так Значит, смотрим аккорд Ре, фа, до Вот как вам найти этот аккорд? Вот вы знаете Нота ре Первая октава вот здесь Вот здесь ре, фа, ля Но нам надо ре, фа, до Вот это Значит, ре, фа, до Потом ре, фа, си Оставляете си верхний голос И лягуете легато с ре, фа, до Потом опять ре, фа, си Дальше до, ми, си До, ми, ля Оставляете звучать одну ля И лягуете с до, ми, соль, диез Видите, как хитро до, ми, соль, диез До, ми, второй, третий И соль, диезик Вот тут первым Как бы получается Кажется, как будто Как будто соль, диез под ними Хотя она Самая высокая Но это строение клавиатуры гармонии После баяна это, конечно, непривычно Вот Потом дальше до, ми, ля Дальше Ре, ля Ре, ля Дальше ре, соль, диез Соль, диез Оставляете одну То есть вы сыграли ре, соль, диез Ре отпустили Оставили соль, диез И соединяете легато с ре, соль, бекар Вот, ре, соль, бекар Дальше опять ре, соль, диез Потом до, ми, си До, ми, ля Верхний оставляете Легато с до, ми, соль, диез Дальше до, ми, ля Дальше ре, фа Ре, фа, до Ре, фа, си Си, ля, си, до Потом до, ми, си одновременно До, ми, ля Потом ля, соль, диез Ля, си Ре, ля Ре, соль, диез Соль, диез Оставляете, лягуете с ре, фа, диез А дальше идет ре, соль, диез Вот Видите, как хитро? Соль, диез первым Поэтому он тут вверху записан А ниже ре, как бы вторым А тут вот Вот это гармонь И дальше До, ми, ля А потом аккордик тянется Смотрите, какой ми, соль, ля Вот ми, соль, ля Так, дальше Ну и штрихи вот тут Вот как написано И плюс оголение Посмотрите, если хотите подробнее Мой видеоурок по баяну Я там это еще подробнее рассказывал Дальше Ре, фа, ля Лигуется с ре, фа, си Стаката, ре, фа, си Потом ля Дальше До, ми, ля Лигуется с до, ми, си Потом ля Дальше Ре, ми, соль, диез Соль, диез Стаката Дальше, то есть не лигуется А дальше аккорд ми, соль, диез Раз до Вот такой стаката И потом си мизинчиком А дальше вот так Ля, до, си, ля Ми, до, си, ля Вот такими штрихами Видите, где легата Где стаката Обратите внимание Дальше Ре, фа, ля Стаката так вот смотрите вот мир иди сми фа фа диас соль соль диас ля вот видите у вас получится вот так и дальше аккорд из трех нот до миль я дальше следующая часть ре фа для ре фа-ля-ре-ми ля-до-ми ля-до-ми а вот дальше октавой выше играйте видите восьмерка вверху такая и черточки это октавой выше на был октавы выше написать я вам смотрю думать у сита нету ведь этой награду октавы выше значит играйте это касаемо переложений можно октавой выше играть сиры не соль диас рэ-ми соль диас дальше до миля доме ля-до и и дальше рэ-фа-ля-ре-фа-ля-ре-ми ля-до-ми ля-до-ми сиры ми соль диас рэ-ми соль диас и это лягуется с аккордом доме ля 2 3 5 и потом опять опять он так ну и дальше вот эта цыганочка всем известная пошла значит соль фа-фа ми фа соль фа ми ми ре диас ми фа ми ре 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 мир и до я тут поменял ноты немножко в отличие от оригиналов что на гармонии иначе не сыграть них нету таких нот дальше значит сравните с оригиналом что я тут поменял проанализируйте дальше до си-до-ре-до-си-си-ля-си-ля-ля-соль-ди-ес-ля-си-ля-соль-ди-ес-фа-ди-ес-соль-ди-ес-ля-и-аккорд доме ля а вот дальше очень сложная часть смотрите нужно играть тянущуюся ноту рэ потом на ее фоне фа-ля а а когда фа следующую играете то рэ уже верхняя мизинчиком она отпускается и получается вот так это чтоб дальше перейти видите тут что творится это нужно еще очень быстро играть понимаете в чем сложность того то вы как думали вот это уже очень трудно значит рэ тянется на ее фоне фа-ля-фа и лигуется с опять мизинчиков а-ля-рэ-ля-потом ми-ля-до-ля-потом ля-до-ми-до а потом среди как сложно соль-ди-ес а тут нужно сыграть рэ-ми-рэ-потом си-и-и-рэ-соль-ди-ес-рэ-потом дальше ля-до-ми-до-потом до-ми-ля-ми ну вот так же отпускать отпустить и перепрыгнуть опять рэ-фа-ля-фа-фа октавы шля-ля-ре-ля-ми-ля-до-ля-ля-до-ми-до и потом очень сложно вообще вот эта жесть фа-диезик вот так такой аппликатурой потом си-ре-ди-ес-си потом соль-ди-ес-ой-ой-ой-ой-рэ-ми-ой-вот четвертым третьим рэ-ми-рэ-или-га-то присоединить до-ми-ля а потом аккорд какой не соля да не соля но это жесть конечно это жесть товарищи сейчас я вам покажу как это играется посмотрите медленно так а давайте побыстрее попробуем это разобрать достаточно трудно особенно вот это ладно давайте следующую часть посмотрим если вы думали что до этого была сложная часть то сейчас вас ожидает настоящее месиво а какая вариация посмотрите какая вариация но ты тут то вверху то внизу то вверху то внизу вот эти переплетения это конечно от здесь значит но ты смотрите соль у меня соль фа ля рэ соль фа ля до фа ми-ля до фа ми третьим потом соль диэс си ми-ре- ре соль-ди-ес-си hmi-ре мира милиа рэ до миляда poi сина meu Фа, до, си, до, ми, си, ля третьим, до, ми, а потом ля четвертым, и дальше ля, си, ре, ля, соль, диез, ля, соль, диез, фа, диез, соль, диез, и аккорд до, ми, ля. И потом опять он. Посмотрите, как я на баяне играл. Тут я про ритм говорил. Там изначально другие ноты были. Ну, в смысле, еще, которые изначально я для баяна нашел. Так. Ну вот, значит, смотрите, как это в итоге получится. Только нужно быстрее играть. Посмотрите, как я играл на видео. Это нужно очень быстро играть. Тут сложно, конечно. Даже имея аппликатуру, сыграть это довольно сложно. Дальше. Дальше идут в следующей части аккорды на и. Аккорды на и. То есть, вот идет аккорд ре, фа, ля. Вот он, кстати, ре, минор, ре, фа, ля. Видите, как удобно по этой расцветке. И он идет вот так. Раз, и, два, и. Понимаете? Вместе слева, если смотреть. Раз, и, два, и. Аккорд ре, фа, ля, значит. Дальше аккорд до, ми, ля. Раз, и, два, и. Дальше аккорд сначала ре, диез, фа, диез, си. Вот такой. А потом ре, ми, соль, диез. Видите, как хитро. Ре вот здесь. Ми вот здесь. А соль, диез вот здесь. То есть, вот так. Раз, и, два, и. Дальше до, ми, ля. Раз, и, два, и. Дальше ре, фа, ля. Раз, и, два, и. До, ми, ля. Раз, и, два, и. Опять ре, диез, фа, диез, си. А потом ре, би, кар. Уже, обратите внимание, просто ре. То есть, не хроматизм, а просто ре. Ми, соль, диез. Вот так. Раз, и, два, и. И дальше до, ми, ля Вот так, раз, и, два, и Ну и, наконец, последняя часть Давайте посмотрим Ля, фа, ре, фа, ре, си, ре, фа, ля, ми, до, ми, до, ля, до, ми Соль, диез, ми, ре, ми, ре, си, ре, ми Потом ля, ми, до, ми, до, ля, до, ми, ля, фа, ре, фа, ре, си, ре, фа, ля, ми, до, ми, до, ля, до, ми А вот тут, смотрите, как хитро Соль, диез, первым, потом ми, ми, третьим А потом, вообще, смотрите, как Это вообще трудно, да? Так будет сыграть Потому что туда-сюда хроматизм Соль, диез, ми, ре, диез, ми Потом фа, фа, диез, соль, соль, диез, ля Видите, как трудно? Ну, я это уже заучил Заучил Вот, и дальше в конце аккорд до миля В общем, кому надо подробнее Посмотрите еще урок по баяну Я там еще подробнее рассказываю Вроде бы что-то я еще подробнее рассказывал Но вообще вот так То есть, обратите внимание На штрихи Когда идут быстрые вариации с шестнадцатыми длительностями Просто играйте легато Кому повезет, у кого рука свободная Это легато может быть и облегчится Еще смотря от клавиатуры Зависит от клавиатуры гармонии Вы будете играть таким легким поверхностным штрихом Но это в идеале Ну вот, значит, в каждой части свой темп Где написано, прибавляйте Если не можете, можете все сыграть медленно Тоже имеет место быть Соблюдайте, значит, мою аппликатуру Вам тогда будет удобно играть Но не отчаивайтесь, если не получается Если какие-то вариации слишком сложны для вас Как говорил мой первый преподаватель Не сейчас получится Да через пять лет получится О как! Вот Смену меха осуществляйте так Чтобы не разрывать легато Но на быстрых вариациях шестнадцатыми Которые как бы легато считаются Вы можете тоже между тактами мех менять Это не страшно Но вот где прямо идет так вот медленно Именно важно, чтобы было легато Там уж будьте добры, мех не меняйте То есть меняйте там, где нет легато Понимаете? Если это возможно А когда быстрые вариации шестнадцатыми Там уже как? Все равно надо менять Там можно между нотками сменить ловко, быстро Ну что еще сказать И смотрите мой опять-таки видео урок Где я на баяне это показываю Как я там дирижирую Вот показываю в процессе исполнения Как меняются темпы Как меняется динамика Вот динамику по стрелочкам Следите, я там это подробно рассказывал Ну в общем вот такое дело Значит я для вас сделал переложение Пожалуйста Пожалуйста пробуйте его осваивать Конечно изучайте ноты Ну в крайнем случае Вы можете подписать цифры Но это сильно загромождает ноты И вообще цифрами аппликатуру Как бы пишут Но если вы Ну если вы играете только по цифрам Вряд ли вы сможете Такую сложную обработку сыграть Но если хотите я не против Подпишите цифры Я как бы такой системой Не занимаюсь И надеюсь не буду заниматься Хотя при желании Я как бы это тоже понимаю Я понимаю что тут Каждой кнопке соответствует цифра Но цифры они не дают Представления о ритме И как бы вот так нотами Это проще У меня есть первые вот уроки По гармонии Посмотрите Там я подробно рассказываю Про нотную грамоту В принципе все понятно Очень-очень подробно Я там это все рассказывал Ну ладно Наверное пока на сегодня все С вами был Александр Котов Викинг музыки Все увидимся на следующем уроке Всем пока Всех люблю Всех уважаю Всех рад видеть на своем канале Все всем пока